В эфире новости 24 в студии Зухралеева. Здравствуйте. В начале коротко о главном. Лавочка закрыта. В пяти регионах России сотрудники ФСБ задержали финансистов ИГИЛ. Это самый такой, не знаю, как в фильме говорится, 13-й район. Он никому не нужен. Здесь нет никаких условий, и мы никому не нужны. Путь к знаниям непрост. Особенно для детей одного из дачного общества «Аграрник» в Хазнавиртовском районе, в котором каждый день преодолевают пятикинометровые бездорожья. Археологическая находка в собственном дворе. Житель села Уркарах до Хадаевского района нашел на своем участке предметы древности. Сотрудники ФСБ задержали финансистов ИГИЛ. Задержания сторонников террористической организации прошли в пяти регионах России, в том числе в Дагестане. В ходе оперативных действий правоохранителями были задержаны несколько финансистов ИГИЛ. У задержанных изъяты банковские карты и телефоны, при помощи которых совершались переводы. В отношении задержанных мужчин возбуждены уголовные дела. Некоторые из них уже привлекались к ответственности за помощь террористам. Пять километров до школы пешком, да еще и по бездорожью. Именно так вынуждены добираться к знаниям детей из дачного общества «Аграрник» в Хасавертовском районе. Родители отчаянно выпрашивают у власти транспорт для безопасной доставки детей до образовательного учреждения. А школьники тем временем готовятся преодолевать полосу препятствий. Что об этом думает администрация и есть ли свет в конце тоннеля, смотрите в нашем следующем сюжете. Любой пьяный, нетрезвый, без документов человек может проехать, забрать, уфаковать ребенка и никто об этом не узнает. Это самый такой, не знаю, как в фильме говорится, 13-й район. Он никому не нужен. Здесь нет никаких условий и мы никому не нужны. Терпение отчаянных мам на исходе. Проблема, которая уже более 10 лет никак не двигается с мертвой точки. Начало учебного года здесь не ждут, а опасаются. Проходить этот ежедневный утренний квест по кочкам и колдобинам детям не под силу. Да и для родителей думать о том, как ребенок пройдет эти злочастные 5 километров, занятия нервозные. Маршрутка. Каждый ребенок должен по 20 рублей оплачивать. Если не оплачивает, не дают себе маршрутку. Выкидываются маршрутки. Дети 20 рублей не платят. Платить за каждого ребенка по 20 рублей жители поселка не в состоянии. Дело в том, что большая часть местного населения находится за чертой бедности. Почти каждую семью обеспечивают благотворительные фонды. Восемь мальчиков у меня шестеро ходят в школу, маленькие двое не ходят. Остальные ходят. Конечно же, тяжело нам без транспорта. Выделили бы, хорошо было бы. Сегодня я скажу мамочке, дай мне 2 800 сделать эту дорогу. Ни у одной матери нет денег. Школу собирают детей в фонды. Это 50-60% самые нищие люди в моем поселке живут. С кого я соберу эти деньги? Пять детей у одной матери ходят в школу. 20 рублей туда, это 100 рублей туда и 100 рублей обратно. Откуда возьмет мать, которая пятерых детей собрала в школу через инсан, соберет эти деньги? С этой проблемой родители обращались во все инстанции. Писем у них целая папка, но результата пока нет. Чтобы выяснить, будет ли, мы пригласили на встречу с местными жителями представителя управления образованием города Хасавюрта. Этот вопрос никто в сторону не убрал. Этим вопросом сегодня также занимаются очень много школ, которые также нуждаются в автобусах, но их нет. Как будет автобус, мы обязательно дадим вашей школе. Но сегодня вам сказать, что я завтра вам автобус, мы выдадим, чтобы ваши дети ездили, мы не можем вам сказать. Причина томительного ожидания в том, что эта земля в 90 гектаров не имеет правового статуса. Формально она находится в составе Хасавюртовского района, но юридически является землей федерального значения, так как относится к лесному фонду. Кроме вопросов с транспортом, здесь целый букет проблем. Нет воды, света, да и дороги оставляют желать лучшего. Каждая болевая точка этого места упирается в то, что у поселка нет правового статуса. Этим вопросом не первый год занимаются в администрации района. Федеральная земля, это не республиканский земля, лесной фонд вывести из лесного фонда и перевести это на уровне правительства Российской Федерации решается вопрос. Мы все правовые документы, которые нужны, мы подготовили, возродили садоводческое общество, оградник, они сами жители возродили это правовое общество. По рекомендации, обращение было в прокуратуру, прокуратура отдала свои рекомендации, эти рекомендации тоже выполнили и были отправлены соответствующие письма в комитет лесного хозяйства. Сейчас они там на рассмотрение. Все документы со стороны администрации района отправлены. Теперь остается ждать решения федеральных властей. И только после получения правоустанавливающих документов на эти земли, здесь станет возможным обустройство всей необходимой инфраструктуры. Что касается главной проблемы местных жителей на текущий момент – обеспечения транспортировки детей до школы, то в районной администрации нас заверили, что соответствующая заявка в Минобор уже отправлена. Однако уже завтра, 1 сентября, а вопрос, увы, все еще не решен. Хадижа Курбанова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Хасавюртовский район. Сегодня в Махачкаре состоялось торжественное открытие сквера шахидов. Парк обустроен в память о жертвах пожара в школе-интернате для глухонимых детей, произошедшего 10 апреля 2003 года на этом самом месте. Также было предложено увековечить здесь память о религиозных, общественных, политических деятелях и сотрудниках правоохранительных органов, отдавших свои жизни в борьбе с экстремизмом и терроризмом. Все строительные работы по обустройству парковой зоны были организованы муфтиятом Дагестана с привлечением общественности и администрации Махачкалы. В церемонии открытия приняли участие сотни людей, в том числе известные общественные деятели, представители органов государственной власти и духовенства. Парк поистине народный, и название это оправдано, так как обустраивают его силами и средствами простых людей. Примечательно, что принять участие в обустройстве прилегающей территории помогали добровольцы со всех уголков нашей республики. В стороне не остались и различные организации, меценаты. Каждый внес в это богоугодное дело свой непосильный вклад, за что муфтият республики Дагестан выражает им всем огромную благодарность. Пусть сиущный Аллах воздаст вам всем за все ваши старания в многократном размере. Аминь. Уважаемые друзья, хачкаринцы, дагестанцы, я очень рад всех вас сегодня здесь приветствовать по такому хорошему поводу. Да, Аллах нам чаще таких хороших поводов и таких земляков, которые сегодня подарили нам эти эмоции. Не просто создавалось это место, и я благодарен и муфтият республик, лично Ахмад Хаджи Афанди. И я благодарен тем ребятам, которые приходили, отставили проекты, тем меценатам, спонсорам, которые вложили деньги и усилия в это мероприятие. Напомним, что сквер Шахидов создан на территории, где располагалась ранее сгоревшая школа-интернат для кулханимых детей. Авторы и координаторы проекта отмечают, что новый парк адаптирован для маломобильных граждан. В нем выделены зоны для активного отдыха, есть фонтаны, детские и спортивные площадки. Также повсюду посажены деревья, редких пород, выложена плитка, подведено освещение, установлены качели и скамейки. Археологическая находка у себя дома. Житель села Уркарах до Хадаевского района нашел старинные кувшины и древние кости в собственном дворе. Предметы, представляющие археологическую ценность, были обнаружены во время ремонта. На глубине 5-6 метров хозяин дома наткнулся на две комнаты с мебелью, на которых лежали старые кувшины, а по самой комнате были разбросаны кости. Представители администрации района вызвали на объект команду археологов для того, чтобы идентифицировать датировку происхождения и функции объекта. Дагестан вошел в первую десятку самых спортивных регионов России. Рейтинг регионов, где систематически массово занимаются физической культурой и спортом, опубликовал Минспорт России. По их информации, в Дагестане физкультурой и спортом занимаются около полутора миллионов человек. Это девятый показатель среди регионов страны и лучший по Северокавказскому федеральному округу. Лидирует в десятке лучших Москва, Московская область и Краснодарский край. А в Табасаранском районе прошел международный турнир по различным видам единоборств с участием бойцов Табасаранского района и титулованных спортсменов по версии ММА. Мероприятие было посвящено 75-летию Великой Победы и 214-летию присоединения Табасарана к России. Всего состоялось 14 поединков в разных весовых категориях, в которых приняли участие 28 бойцов из разных регионов России и зарубежья. В своих весовых категориях на ринг вышли и дети, которые продемонстрировали свое мастерство по дзюдо и боксу. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи.